Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. 23 мая, жара нас немного отпустила. Вот сейчас 6 утра, всего 10 градусов. Но на последующие 4 дня синоптики выставили прогноз. И по этим прогнозам у нас будет идеальная температура. 23-24 градуса днём и 12-14 ночью. Для работы это прелесть. Вчера тоже была переменная облачность. Она позволила, как я уже говорю, провести все работы в теплицах. Вчера я целый день просидела в теплице со взрослыми растениями и было не жарко. Но вот после этих 4 дней идеальной погоды, на конец мая, нам всё-таки прогнозируют похолодание. На 27-е, 28-е, 29-е, 16-17 днём. Это не очень тепло, это даже как прохладно. И самое главное, что ночная опустится до показателей 6-7-8. Но если томаты, вот например, как в случае со мной высажены уже не первый день, для них 6 градусов это не критическая температура. Если бы была рассада совсем молодая, нежненькая. Ну вы понимаете, или молодой сенец, или вот эти листья уже закалённые, корневая уже там укоренилась. Я вот этих 6 градусов не боюсь. Естественно, я ничем закрывать не буду. Но потом, я смотрела дальше на 30-е, 31-е и 1-е, 2-е июня. Там опять всё выравнивается. 20 градусов днём, 11-13 ночи, опять идеальная температура. Так что, я опять же ещё раз повторюсь, я надеюсь, что в этом году, скорее всего, у нас обойдётся без вот этих весенних возвратных заморозков. И без вот этих форс-мажоров, когда на нас снег валит, сугробы, метели, в этом году природа нам подарила такой шанс прожить весну вот с самого марта. Я высадила 28 марта в теплицу же с подогревом. И с самого конца марта, апрель, май, у нас прям благодать. Мы идём в этом году, вот у нас Сибирский регион, Алтайский край, с опережением на 1 месяц. То есть, у нас сейчас такие плоды вишни, яблони, вот эта зависть, таким размером, как у нас бывает, вот сегодня, например, 23 мая, 23 июня такие плоды мы получили бы всё раньше на месяц. Но сейчас пройдёмся и посмотрим, какие изменения вчера я сделала в огороде своём. Как я уже говорила, вот такая погода не очень жаркая, вчера позволила мне поработать в теплице. Короче, я весь день сидела тут в теплице, как кукушка, только выглядывала на короткое время за чем-нибудь. Я видео сняла и сейчас смонтирую, выложу сегодня, скажу в двух словах. Делала подготовку вот этих вот томатов в теплице для опрыскивания, для обработок. Срезала лишнюю зелёную массу, лишние пасынки, лишние нижние листья, прореживала для того, чтобы всё это просвечивалось, всё это продувалось. Короче, вчера почти весь день я посвятила вот этой теплице. Но хоть и не весь день, но хотя бы несколько часов, большую часть времени их провела в теплице. Теперь они зато у меня, видите как, они, у них же расстояние-то большие, просто вот эти листья были огромные, я чуть-чуть их убрала, чтобы было всё хорошо. Теперь сюда неделю можно не заходить. Да, вспомнила. Одна зрительница после вчерашних моих вот про опрыскивание, говорила я, приствольный круг можно. Она спрашивает, не изменится ли, не повысится ли кислотность почвы от того, что вот от сыворотки. Вы поймите, мы не поливаем сывороткой при сывороточном опрыскивании. Когда я сказала, что мы, вот не бойтесь, и стволики, и прикорневой вот этот круг, мы просто вот это место опрыскиваем. Оно высохнет тут же моментально, через несколько минут, и никакая эта сыворотка, она в почву-то не попадёт. Она просто, если есть на поверхности что-то какая-то, потокенная микрофлора, она её загасит, и всё в самом зачатке. Вот стволики, приствольный круг. По крайней мере, не знаю, может быть, кто-то и поливает сывороткой, но я сывороткой никогда не поливаю, потому что у нас её нет в таком количестве. И при опрыскивании с кислотностью почвы ничего не произойдёт. Видео про высадку вот перцев и баклазжанов в парник Агрошит я тоже сняла, тоже сейчас смонтирую и выложу. Просто понимаете, я когда делаю всё это, я снимать-то почти всё снимаю, но у меня не хватает времени иногда на то, чтобы смонтировать. Потом надо же оформить это видео, надо там писать, заполнять какие-то вот эти всякие формы, колонки. Иногда нет времени, я их складываю, складываю, вот будет время, буду выкладывать. О, только по крыше чудо-теплицы узнала, что опять был дождь. Видите, вот они, эти, вода. И вот видно, как капли били. Да, был дождь, но, наверное, не очень большой. Ну, внутрь ничего не попало, я слежу за ней, всё. Вот видите, вода, 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 вода вся на поверхности и как бы скатывается туда. Это вот просвечивает, кажется, что она с этой стороны. Видите, она с той стороны. Вот в этой уральской теплице сегодня буду проводить работу над ошибками. И хорошо, что у меня есть вот столько зрителей, которые могут что-то посоветовать, сразу указать на то, что я неправильно. Так как я первый раз вот с этими шпалерами-то связывалась, оказывается, я неправильно всё сделала и петлю завязала внизу неправильно. И, ну, короче, будет сегодня работа над ошибками. Я всё опять развязала. Оказывается, там надо ещё какие-то буквы «П» будем сегодня делать железки, чтобы втыкать вот туда, втыкать, втыкать, чтобы за помидорку не подвязывать, не, как сказать, не перетягивать её. Всё это будет делаться. Но так как всё опять отвязала, так как они большие, то вчера вот этот вот центральный ряд, всё-таки я попросила сына, он мне воткнул вот эти железные штыри, и я их временно привязала, потому что томаты уже разваливаются. Вот эти вчера, которые должны были быть подвязаны, не успела я подвязать, они упали. Так что эти будут ждать своей очереди, когда я научусь привязывать на шпалеру. Вот вчера сидела, как примерная ученица, сидела около компьютера и просматривала видеоролики, как люди нормальные привязывают на шпалеры свои томатики, как лучше. И всё, короче, советы прочитала ваши в комментариях. Спасибо, кто вот подсказал, что это неправильно, это неправильно. Всё развязала вчера, пошла. Опять время. Я думала, что подвязывать сложно, а убирать всё это опять, узелки развязывать, распутывать, тоже столько же время ушло. И, короче, сегодня буду сделать всё по-новому. Ну, я уже подумала мужу, говорю, что пока они меня дождутся, пока я этот ряд сейчас подвяжу, пока этот, наверное, может быть, в этом году центр будет всё-таки стоять у меня вот на этих палочках. Они уже прицепились к этим палочкам, им уже привычно, и мне тем более. Я говорю, ну и пусть будет смешанная посадка. Это будет на шпалерах, это будет на шпалерах, а это пусть будут на колышках. Просто жалко томаты, они уже взрослые, они уже с завязями. Их, конечно, валит, они прилечь хотят. Начали поднимать щероскать, и вон там прирастают уже к земле. Всё это время. Он же быстро томат растёт. День-два смотришь, он уже вымахал. Так что сегодня буду делать работу над ошибками. Снова сниму видео, и всё покажу, что как я исправила. Вот с первого раза не получилось. Бывает. Вот в этой уральской теплице сегодня буду проводить работу над ошибками. И хорошо, что у меня есть вот столько зрителей, которые могут что-то посоветовать, сразу указать на то, что я неправильно. Так как я первый раз вот с этими шпалерами-то связывалась, оказывается, я неправильно всё сделала, и петлю завязала внизу неправильно. И, ну, короче, будет сегодня работа над ошибками. Я всё опять развязала. Оказывается, там надо ещё какие-то буквы П будем сегодня делать железки, чтобы втыкать вот туда, втыкать, втыкать, чтобы за помидорку не подвязывать, не, как сказать, не перетягивать её. Всё это будет делаться. Но так как всё опять отвязала, так как они большие, то вчера вот этот вот центральный ряд, всё-таки я попросила сына, он мне воткнул вот эти железные штыри, и я их временно привязала, потому что томаты уже разваливаются. Вот эти вчера, которые должны были быть подвязаны, не успела я подвязать, они упали. Так что эти будут ждать своей очереди, когда я научусь привязывать на шпалеру. Вот вчера сидела, как примерная ученица, сидела около компьютера и просматривала видеоролики, как люди нормальные привязывают на шпалеры свои томатики, как лучше. И всё, короче, советы прочитала ваши в комментариях. Спасибо, кто вот подсказал, что это неправильно, это неправильно. Всё развязала вчера, пошла. Опять время. Я думала, что подвязывать сложно, а убирать всё, это опять узелки развязывать, распутывать, тоже столько же время ушло. И, короче, сегодня буду сделать всё по-новому. И я уже подумала мужу, говорю, что пока они меня дождутся, пока я этот ряд сейчас подвяжу, пока этот, наверное, может быть, в этом году центр будет всё-таки стоять у меня вот на этих палочках. Они уже прицепились к этим палочкам, им уже привычно, и мне тем более. Я говорю, ну и пусть будет смешанная посадка. Это будет на шпалерах, это будет на шпалерах, а это пусть будут на колышках. Просто жалко томаты, они уже взрослые, они уже с завязями. Их, конечно, валит, они прилечь хотят. Начали поднимать вчера с Катей, вон там прирастают уже к земле. Всё это время. Он же быстро, томат растёт. День-два смотришь, он уже вымахал. Так что сегодня буду делать работу над ошибками. Снова сниму видео, и всё покажу, что как я исправила. Вот с первого раза не получилось. Бывает. Расцветает мой самый любимый, вот такой бордовый пион. Есть же розовые, есть белые, а мне нравятся вот такие тёмно-бордовые, такие яркие, насыщенные окраски. Как только расцветёт, весь срежу, утащу домой. Буду любоваться там. Вчера ещё между делом высаживала капустку. Да, погода в этом году явно помогает нам, мне, вот всем, кто живёт в нашем районе, регионе. И вот занимаясь огородом, понимаешь полностью выражение, что у природы нет плохой погоды. Оказывается, и пасмурная погода может принести какую-то пользу. Вот как я уже говорила, можно спокойно поработать в теплице, и можно вообще что-то сделать. Больший объём работы, не устаёшь. И хотя солнышка нет, но всё равно птички поют, вокруг всё растёт, всё цветёт. И пасмурная погода, это тоже хорошо. Но тем, у кого солнца и тепла давно не было, я всё-таки желаю, чтобы пасмурная погода от вас ушла. Для нас-то это как передышка после месячной жары. А если у вас ещё не было тепла, пусть к вам придёт наше тепло. Мы ещё дней несколько без солнышка поживём. Всё, до свидания.